Отопительный сезон в Край стартует неравномерно. Так, в Барнауле тепло поступило уже в треть жилых зданий, а в Рубцовске батареи остаются холодными даже в социальных учреждениях. По-прежнему непростая ситуация и в Камни-Наби. В столице Края к отоплению в общей сложности подключено больше 200 социальных учреждений, а также 550 жилых многоэтажек. Власти Барнаула заверяют, что во все, без исключения объекты, тепло поступит в ближайшие дни. Горячие батареи в большинстве социальных учреждений Заринска, а жилой сектор постепенно также подключают. А в Бийске в преддверии отопительного сезона удалось положительно решить вопрос одной из самых проблемных газовых котельных. Шестой теплопункт, что снабжает теплом и горячей водой крупный микрорайон города, долгое время из-за финансовых проблем арендаторов работал с перебоями. Но с октября объект переходит в руки муниципального предприятия, и власти города уверены, что никаких срывов впредь не будет. Если на сегодня собственник розгазификации в лице Энергоута эксплуатирующей организации не смогут обеспечивать нормальное функционирование котельной и подачи отопления, соответственно, на квартирные дома, администрация города Бийска в режиме КЧС может изъять этот объект и, соответственно, отопительный сезон эксплуатировать данный объект, поставлять теплоноситель жителям. Отопительный сезон не начался ни в Рубцовске, ни в Камни-на-Аби. В обоих городах тепла нет даже в социальных учреждениях. Правда, в Рубцовске его обещают пустить, как только среднесуточная температура за окном не будет подниматься выше 8 градусов. Здесь уже полностью заполнили водой систему отопления в южной части города и частично в северной. Что касается Камни-на-Аби, то из-за нехватки угля здесь по-прежнему действует режим ЧАЭС. 21 сентября депутаты района на очередной сессии отказались направлять 900 тысяч рублей из резервного фонда на покупку твердого топлива. Парламентарии надеются, что финансовую помощь окажет Край. А вместо терпящего банкротства предприятия, его судьбу 27 сентября решит арбитражный суд, в городе создадут новую теплоснабжающую организацию. Да, планируется на этой неделе выезд главы района как раз на переговоры с руководством Края. Ситуация сложная, тяжелая, но она критической не является.